Ну, хочется начать с атмосферы. Очень давно уже мы так стадион, трибуны, так поддерживали команду. Хочется сказать, что очень теплая атмосфера была. Наши болельщики приехали. Ну, яркий футбол удался, яркий футбол именно в нашем исполнении. Я за свою команду говорю. Я думаю, по игре мы переиграли оба тайма. По результату мы проиграли в течение обстоятельств. Попала в руку, там еще гол первый, непонятно какой. Ну, опять-таки же, не хочется обсуждать то, что обсуждается. Ну, хочется опять сделать акцент. Когда все-таки мы будем всегда разговаривать о футболе. Проиграли мы сегодня, но опять-таки же удаление, опять-таки же пенальти. С двух туров 20 красных карточек показано. Ну, и не всем, все-все-все-все устраивает. Это не отговорки. Играла сегодня команда «Факи» очень хорошо, как и мы. Мы сделали зрелище, и болельщик ушел удовольный со стадиона. И вообще, этим надо и заниматься. Надо поднимать футбол. А так, игрой я очень доволен ребятам. Ребятами с нами горжусь. Потому что они с такими условиями со всеми не падают духом. Мы проиграли уже четвертую игру, но это нас не сломает. Никогда мы не будем до конца бодаться и биться. И наверху видно, через что мы проходим как команда. Поэтому хочется поблагодарить каждого, кто сегодня вышел, и кто даже на замене не вышел. Потому что мы были одним целым. И так будет всегда. Ничто нас не сломает. Партак Артурович, в последнее время Ланя не достигает желаемого результата. Вот этот неудачный отрезок с чем связываетесь? Ну, я понимаю, с чем это связано. Не хочется отговариваться, еще раз говорю. Я понимаю, с чем это связано. Очень тяжело. Вообще футболистам очень тяжело в плане психологии. Потому что они, видя это, постоянно, постоянно, так вот, какие-то пенальти, какие-то красные карточки, еще что-то. И морально принять это тяжело, и тебя это ломает психологически. Ты работаешь, ты представляешь, сборы, там, полтора-два месяца рыгаешь, семьи не видишь. Ты постоянно летаешь, у тебя постоянные переезды. И тебе бам по шляпе. Потом второй раз бам по шляпе. Конечно, тяжело. И тренеру, представляете, как тяжело руководить в формате в таком. Я еще раз поэтому и благодарю своих ребят. Потому что мы сильнее многих. И мы это просто доказать должны. И мы доказываем в каждой игре, кстати. Даже, которую мы проигрываем в игре, мы это делаем. Спасибо. Коллеги, вопрос. Господь Агрокович, каждый приезд в Воронеже, Алане и ваша команда, это праздник. Но вы приезжали сюда, еще будучи игроком. Были какие-то воспоминания? Конечно, был. Я приезжал, при счете 1-0 вышел в пользу фахела Воронежа и забил два мяча. Мы выиграли 2-1, да. Это было. Вышел на замену Колешин, кстати, тренер был. А так, здесь всегда, здесь очень хорошая атмосфера. Понятно, старенький стадион, но люди, смотрите, как болеют. Сегодня музыку поставили, как болеют. Надо дать нам должное и поблагодарить за это. Потому что теплая атмосфера, нету какой-то грязи, как бывает, там выкрикивают, плохой, неплохой. Все очень тепло и поэтому очень круто. Еще один вопрос. Спартак Артуревич, в первом тайме было несколько эпизодов, когда Росислав Солодатенко делал длинные передачи. Даже был один момент, когда Хэток Хасонов махнул на него, дескать, ты должен был мне короткую дать, а он длинные передачи делал вперед, разыгрывает своих ворот. Это связано с вашими указаниями или так футболисты реагировали? Во-первых, хочется сказать, что за газон, да, все-таки он выносит коррективы. А во-вторых, футболисты принимают решение. У нас есть какие-то алгоритмы действий, да, и футболист на поле принимает решение. А так как у нас Солодатенко это полевой игрок практически, он принимал решения такие, он видит. У нас какая-то есть стратегия, он может быть увидел нападающего и туда выбил мяч. На самом деле, ну вот еще раз хочется все-таки о борьбе какой-то, о футболе. Мы переиграли, сегодняшнюю игру переиграли соперника. Бывает по счету выигрываешь, но проигрываешь по игре. Вот сегодня такой день у факела, я считаю, я знаю Василенко очень, моим тренером был, поэтому хочется пожелать всего-всего наилучшего, дальнейших побед. Но по игре мы сегодня выиграли, поэтому мне нету каких-то такого осадка больного. Конечно, проиграли, конечно, не дочитались очков, но игра была за нами.